Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители! Мы вновь на сайте Российского исторического общества встретились с вами для того, чтобы обсудить методические практики по работе в области краеведения с молодёжью. И сейчас мы с вами отправимся во Владимирскую область для того, чтобы своими практиками, своим уникальным опытом поделилась победительница Всероссийского конкурса краеведов по работающих с молодёжью Уткову Ольга Яковлевна. Ольга Яковлевна является учителем общества знаний и истории Среднеобщей образовательной школы номер 7 имени гвардии капитана Фёдорова города Владимира. Ольга Яковлевна, здравствуйте! Мы очень рады нашей сегодняшней с вами встрече. Я предлагаю начать нашу сегодняшнюю лекцию и передаю вам слово. Спасибо большое! Конечно, даже не стоит, наверное, говорить, что это прекрасная возможность рассказать о школе номер 7 города Владимира и прекрасная возможность поблагодарить тех людей, которые эту возможность позволили реализовать. Я постараюсь донести до слушателя, тех, кто смотрит и слушает меня сегодня. Ну, самые основные мысли, которые хотелось бы, чтобы люди услышали и восприняли. Для того, чтобы более наглядной была эта беседа, мне нужно будет показывать презентацию. Поэтому я сейчас её включу и назову уже тему своего выступления. Итак, тема моего выступления сегодняшнего – это организация кривического поиска в школьном научном обществе как средство духовно-нравственного и гражданского воспитания школьников. Ну, и небольшая расшифровка этого – от исследовательской деятельности школьников к социально значимым проектам по сохранению исторической памяти. Несколько слов должна сказать о себе. Я работаю в школе номер 7 уже очень много лет, практически на одном месте, заслуженный учитель Российской Федерации. Также в 2006, 2011 и 2017 годах я стала победителем конкурса «Лучших учителей». Конечно, это не только моя заслуга, это заслуга тех детей, с которыми я работаю и которые приносят достижения нашей школе. И, конечно, нашего коллектива творчески работающего. Кроме того, материал обо мне, как и о многих краеведах, опубликован в сборнике «100 Владимирских краеведов» под редакцией Валентины Георгиевны Толкуновой. И также хотелось бы показать несколько публикаций моих. У меня их больше 20. Это и краеведческие, и методические публикации. Но вот красным я выделала эти публикации, которые у меня вместе с моими ученицами, так сказать, с моими звездочками. И публикации в интернете также имеются, но очень много у нас и печатных публикаций, учитывая то, что мы простые ученики и простые участия. И хотелось бы начать с небольшого видеоролика, который снимался на ТВ-6 в 2014 году, где, я считаю, частично представлена моя педагогическая позиция. Итак. Дети сами по себе, вот внутри себя, они совершенно хуже не стали. Мое такое впечатление. Они такие хорошенькие. Да, в принципе, со всеми. Со всеми, потому что все интересны по-своему. Но все-таки, наверное, можно в один группу, это 10-11 класс. Они уже серьезнее. Мне нравится разговаривать уже более или менее на равных, когда люди тебя понимают, о чем ты говоришь. А маленькие, они еще слишком маленькие, чтобы донести до них какие-то идеи, которые хочешь донести. Но, с другой стороны, подстраиваться надо под детей. Потому что им бывает трудно подстроиться, под взрослым человеком. И встречают. Конечно, они сюда очень много приходят. И причем приходят даже вот и до 20-летней давности выпускники. И мы радуемся, что мы в другом петле. Какие-то мероприятия организуем. Например, в которых я и была классно, буквально летом классно. Пусть не бывает, что куда-то выходим, чтобы отметить встречу нашу. А так вот, безусловно, мы встречаемся. И если на улице мы встречаемся, то мы перекидываемся там какими словами. Они интересуются как жизнь, и я дальше не перестаю с тобой. Надо просто, наверное, их любить. И быть и внешней, и внутренней красивой, это зависит от настроя. Если Джаз пришел злой, то там красивым каким-то, любимым для учеников хорошо воспринимаемым. Он просто не будет. А если ученик чувствует, что внутри у тебя тепло, оно приберегается вот именно для этих учеников, для этих детей. Они это знают, и мне не жалко растрачивать это. Я вижу, что им нравится со мной вообще. Итак, с 2006 года я руководитель школьного научного общества ЛОГОС. И в настоящий вид я могу уже сказать, что это детское общественное объединение. Потому что мы занимаемся не только исследовательской деятельностью, но еще и позитивной общественной деятельностью. Здесь представлено, так сказать, малое толико тех ребят, которые прошли за 14 лет через дополнительное образование в школьном научном обществе ЛОГОС. Я посчитала их где-то, наверное, около 200. И учителя тоже, вы можете здесь видеть, они тоже многие являются членом нашего школьного научного общества. Например, Лидия Николаевна Бережнова, учителя английского языка, она постоянно использует, ну, даже на английском языке, какие-то фрагменты наших кривейческих исследований. Вот. И я руководствуюсь тем, что выпускник должен обладать и умением работать с информацией, и критически мыслить, отставить свое мнение, это очень важно, и ориентироваться в сложные окружающие обстановки, обладать коммуникативными способностями. Для этого мы работаем в группе, в команде. Но это было бы ничто, если бы мы не ставили задачу, чтобы выпускник наш овладел системой моральных ценностей и моральных ориентиров. Потому что вот даже если он у нас будет способен разрешать проблемы и будет социально успешной личностью, но он будет человеком, ну, невысокой морали, так скажем, тогда навряд ли он может многие проблемы решить. Даже общаться с людьми, наверное, будет сложно. И в настоящее время воспитательной составляющей образовательного процесса уделяется, конечно, очень большим вниманием, очень много об этом говорят. Но я так считаю, что, например, читая истории, как вот мы работали, прежде всего, наверное, имея в виду воспитание во главе угла, так сказать, а, наверное, обучение все-таки на втором месте, так мы и сейчас работаем. Мы воспитываем, мы своим видом и воспитываем своим предметом. И, например, на уроке по Великой Отечественной войне или по Отечественной войне 1812 года, конечно же, мы не только рассказываем о героях, но это огромный воспитательный момент. А когда еще дети присоединяются какие-то интерактивные формы, если мы применяем, обсуждая и именно моральные качества, конечно, тоже очень хорошо, и это формирует духовные ценности юного гражданина. И в формировании, например, социально успешной личности, обладающей, безусловно, и высокой моралью, очень много играет свою роль. Мы формируем и... как бы два процесса у нас вместе идут. И мы формируем и социально успешную личность, и формируем личность, которая имеет духовные ценности. И вот тут я попыталась написать некоторые условия, которые нужны для того, чтобы ребенок занимался исследовательской работой по краеведению, а через эту работу и, в общем-то, приобщался ко многим компетентностям, так скажем, даже вот коммуникативной компетентности, они уже говорили. Обратите внимание, слева сверху прямоугольник, культивирование талантов из общей школьной среды. Это, конечно, из программы «Наши новые школы», но, тем не менее, это не устарело. И на уроках я стараюсь отслеживать тех детей, которые не просто проявляют интерес к истории, а которые уже маленькие, юные исследователи. Вот сейчас я веду пятый класс, это очень интересно наблюдать. У нас исследовательская деятельность идет пока по учебнику, но затем, уже в шестом, седьмом классе, я обязательно этих детей привлеку, для того, чтобы мы, например, там уже в архив пошли, или в какой-то другой вид деятельности, потому что исследовательская деятельность обязательно у нас включает работу в Государственном архиве Владимирской области. Ну и такой вот алгоритм за долгие годы работы с детьми выработался, в том числе и в деятельности внеурочной, начиная от моделирования педагогам ситуации успеха, через сотрудничество учителя и детей, обязательно в деятельности, то есть деятельностный подход, обязательно, безусловно, интерактивные методы обучения и воспитания, они дают самую большую эффективность, и они вот формируют именно внутреннюю мотивацию детей к дальнейшей деятельности на основе ее успешности, которые потихонечку, потихонечку, как на стержень пирамидки нанизываются вот эти блинки небольшие, и степенно формируется эта пирамидка, и в конечном итоге мы приходим к высокорезультативному завершению работы и к достижению успеха, то есть фактически это как пирамида масла, немного измененная, конечно, конечной целью которой является самореализация ребенка. Самореализация ребенка, она ведь может произойти и вне учебного заведения, и вне семьи, она может произойти на улице, она может произойти на каких-то темных сайтах интернета, и вот вчера ОТР транслировала передачу о добровольческом движении, и один из представителей, руководителей добровольческих отрядов сказал вот то, что прям я хочу сейчас сказать и хотела сказать. Подросток – это человек, которому надо показать дорогу, а история, ведь это фонарь, направленный в будущее. Краеведение, естественно, это тоже история. Сейчас краеведение востребовано как никогда, потому что оно дает нам именно какие-то повседневные ситуации, не что-то такое прямо вот, знаете, абстрактно-торжественное, а именно вот повседневные ситуации. Даже, например, когда мы изучаем историю своей школы, об этом я еще буду говорить. Вот. И также выработался некий механизм реализации сотрудничества педагога-исследователя, которым я себя осмелюсь считать, и учащихся членов школьного научного общества. Это достижение сначала небольших успехов, потом вот нанизывание на основную линию успешности этих успехов, сопровождение учащихся на всем пути социализации и закрепение положительных результатов. А о чем-то, то, что у них не получилось, учитель поговорит индивидуально. И наоборот, успехи учитель будет тиражировать. Также большое значение имеет воспитание культуры диалога. Потому что дети максималисты, им хочется возражать, и это нормально, но иногда это переходит границы дозволенного или как-то мягче. Конечно, очень большую роль играет форумирование портфельных достижений, или портфолио, как мы говорим. Это нужно будет детям и при поступлении чисто прагматической цели. Ну и потом, как говорится, есть что показать детям, а прежде всего есть что посмотреть самому, чтобы они в них уверенность вселить, а мы вселяем в них уверенность. И это очень важно, потому что это стержень вот такой духовно-нравственной сферы ребенка, уверенность в своих силах. Что касается непосредственно школьного научного общества, или можно уже переговорить, что детского общественного объединения, и такого объединения, которое включает и членов вообще детско-взрослой общности. Мало того, что у нас и учителя, члены ЛОГОС, у нас еще и родители, мы тоже их привлекаем к работе, обязательно. Об этом тоже вы увидите материал. Ну вот сотрудничество, смотрите, у нас как проявляется. Конечно, общее собрание членов школьного научного общества, и обязательно педагог, как бы они стоят на одной ступени все-таки. Но педагог самолично не будет никого назначать. Все это обсуждается, и далее, я не буду предпочислять, видно, как работает поисковая группа, есть, например, исследователи, или внизу с правой стороны видите временная группа, потому что мы не знаем, в связи с чем они могут возникнуть. И действительно такие ситуации бывают, когда экстренно нужно что-то сделать, например, помощь ветерану, мы тоже это делаем, исследуем жизни, биографии ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, и сейчас уже ветеранов труда тоже, и сотрудничаем с разными государственными структурами даже, и с общественными организациями. Можно сказать, что мы родом из Княгиньного монастыря, и нам, конечно, это очень приятно осознавать, потому что мало какая школа в России может похвастаться тем, что истоки школы берут свое начало вот именно в намоленном таком княгинном женском, Владимирский Успенский княгинь женский монастырь, который был основан около 1200 года, Мария Шварненовна. Это супруга Всеволода Большую Безду, как мы с вами знаем. И в 1889 году Игумене Маргарита, которую мы считаем первым директором седьмой школы, как это покажется странным и смелым, может быть, она как раз основала школу на 12 девочек. Потом расширилась эта школа, беднейших девочек брали в школу рукоделия для девочек. И затем уже насчитывалось более ста даже к началу 20 века. А вот в 1897 году Игумене Маргарита построила вот такое здание низ каменный верх деревянный для церковно-приходской школы рукоделия. И вот обладатели президентского гранта, победители конкурса талантливой молодежи, члены школьного научного общества Гавриченко Вероника Кривенюк Лидия Притюкова Олеся они занимались в частности вот этими вопросами истории нашей школы. Вот это их дипломы награды за то, что они являются конкурсом талантливой молодежи Российской Федерации. И благодаря научным исследованиям и девочек звездочек наших и учителя в определенной степени тоже, конечно, в 2011 году была открыта мемориальная доска на здании сразу можно сказать, что двух школ. Вот она увеличена и здесь вторая строчка снизу видно, что в 1918 году здесь была седьмая школа первой ступени и вышла статья комсомольской правды зданию двух Владимирских школ возвращено имя собственное. Чем мы тоже, конечно, гордимся. Ну вот, например, наши академики Дмитрий Сергеевич Лихачук и Сергей и Сигурд Тотович Шмидт, они, конечно, для нас большой авторитет, и мы постоянно к ним обращаемся, потому что они настолько метко характеризовали те иные стороны нашего любимого краеведения, что невозможно не обратиться. Вот, например, Сигурд Тотович Шмидт писал, что к рубежу столетия краеведения становится формой не только научно-посветительской, но и общественной деятельности. Вот, а Дмитрий Сергеевич Лихачук, он писал, что краеведение облагораживает предмет своего изучения одним только своим изучением. Представьте себе. То есть я еще раз повторяю, что сегодня краеведение востребовано как-никак-то. И наше школьно-научное общество занимается не только исследовательской деятельностью, а я не сказала, конечно, что мы работаем, это говорила в Государственном архиве Владимирской области, работаем мы над другим проблемами, не только над историей школы номер 7. Мы исследуем биографии выпускников нашей школы, например, Барсукова Олеся и Елена Новикова в 2006 году написали работу, биография Владимира Александровича Федорова, нашего выпускника, написали его подвиги, а теперь наша школа носит имя Владимира Александровича Федорова, гвардия капитана, кавалера двух родинов, красного знамя и красной звезды. А вот Гавриченко, Вероника, который говорится, она написала исследовательскую работу, работа в архиве, конечно, вместе работали, в другом там невозможно. Мы нашли очень много документов, которые показывают, что депутат Первой Государственной Думы, Михаил Герасимович комиссаров, Наш земляк, Судогодский уезд Владимирской губернии, он очень много сделал для развития образования и на Владимирской губернии, и в целом в России. Поэтому вот мы очень многими такими вопросами кажутся разными вроде вопросами, но тем не менее занимались, и у нас действительно есть серьезное исследование, и примером тому те статьи, на которые я ссылалась в начале выступления, или, например, взять исследование миротворческой деятельности. Вот сегодня миротворческая деятельность тоже очень нам интересна, и Веденеева Полина, она была определенное время председателем школьного научного общества, она исследовала материалы в участии нашего Владимирца, который сейчас работает в ГИМС, Управлении образований города Владимира Геннадий Марленович Камынин, участие в миротворческой миссии в Южной Осетии, и как раз он там находился в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию и на наших миротворцев, и он был тем человеком, который, в общем-то, спас тот контингент миротворцев, который находился тогда в Цехинвале, тоже очень интересный день, но постепенно та же Полина Веденеева и другие ребята девятых классов, они как-то созрели для того, чтобы высказать желание, что нужно делать какое-то живое дело, но и следственная деятельность это тоже живое дело, но нам уже хотелось участвовать в чем-то конкретном, и это само собой у нас почему-то нашлось. Я сначала скажу о том, какая деятельность проводится с детским общественным ведением много в школе и в социуме. Во-первых, мы гордимся тем, что вместе с афганцами организации инвалиды войны нашей Владимирской председатель Сергей Георгиевич Горезнов наша школа восстанавливает заброшенные захоронения участников Великой Отечественной войны. Мы открываем мемориальные доски о людях и событиях взаимодействия с этой организацией. Вот скажем, Серафима Игумени Благовещенского монстря это Александра Шипурина учительница рукоделия церковно-приходской школы которая стала затем седьмой школой первой ступени. А Благовещенский монастырь это в Вязниках. То есть она туда уехала будучи когда-то учительницей и стала Игуменией. А другая учительница рукоделия Ольга Медведева она стала Игуменией Олимпиадой княгини монстря. То есть это дети исследуют вместе с педагогом. Это конечно очень интересно. Конечно это тоже своего рода общественная деятельность потому что ведь граждане Владимирской области и граждане России даже потому что напечатаются они узнают об этих интересных людях и интересных событиях. Когда я была руководителем классным руководителем шестого Б класса и вырастила их до девятого класса сейчас они учатся в десятом классе и являются можно сказать ядром нашего школьного научного общества мы участвовали в конкурсе класс года и стали одним из победителей этого конкурса у нас был проект социально значимые дела социально значимые проекты школьного научного общества и вот ребят шестого класса рассказывали о том какова история уже с 2006 года до 2017 года когда это участие было сколько всего было сделано школьном научном учреждении конечно невозможно было бы наша работа если бы нас всячески не поддерживала администрация школы и директор школы и директор по воспитательной работе ну и другие члены администрации а также нас поддерживают учителя и как я уже говорила родители то есть как-то вот такое знаете позитивное отношение к успехам и детей и учителей друг к другу такое позитивное отношение мы делимся этими успехами и делимся тем что мы наработали очень большое значение вот в этих проектах Логоса играет взаимодействие сотрудничества и даже ЦРПЦ с Владимирской Епартией общественными организациями государственными структурами ну тут вот представлены некоторые из них но даже не все ну например сотрудничая с КТОС номер 4 Октябрьского района города Владимира мы работали с ветеранами мы их приглашали в школу и к ним ходили домой что-то где-то дети помогали вот и помогали даже знаете вот не столько у них ведь все есть ветеранов к сожалению из 12 ветеранов которые были в 2011 году когда мы начали с ними эту работу из 12 ветеранов до сегодняшнего дня тоже только 4 к сожалению вот и конечно приходить к ним сейчас очень сложно но тем не менее в свое время там несколько лет назад когда мы к ним приходили они нас просили ну посидите у нас еще побудьте у нас пообщайтесь с нами то есть им конечно не хватает этого не хватало не хватает общения с молодежью и это общение мы им давали ну и помогали чем могли я повторяю что какие-то тут нематериальные имеются моменты в виду хотя каждому празднику особенно к 9 мая мы дарили просто дети каждый класс какому-то ветерану что-то обязательно дарили и сейчас эта работа продолжается вот некоторые фрагменты представлены мы получили от Октябрьского района благодарность Логос за то что такую работу проводили мы в общем-то ее продолжаем проводить кроме того еще один проект это стена памяти онлайн проект администрации города Владимира в котором тоже участвовали наши ребята с материалами о родственниках участниках войны и вот так у нас это вот накручивается накручивается вот эта вот исследовательская работа и уже потихонечку мы втягиваемся в конкретные социальные проекты и получилось так что организация инвалидов войны на кладбище Улыбышева Владимирском в квадрате в квартале вернее 32-Б обнаружили захоронение ветерана войны и они нам сказали администрации школы чтобы хорошо было бы если бы дети поучаствовали в исследовании биографии ветеранов поиски родственников это был 2014 год и как раз вот с 2014 года сотрудничество Логоса с организацией инвалидов войны в Афганистане оно конечно окрепло хотя уже в 2007 году была открыта мемориальная доска в здании школы номер 7 посвященная афганцу имя которого носит наша школа Владимиру Александровичу Федорову и с того времени эта работа и ведется и так значит было обнаружено полуразрушенное захоронение Ивана Иосифовича Николина и тогда наши ребята о которых я говорила о которых хотели делать живое дело они значит написали письма военкоматы и причем мы не думали что придут ответы все-таки военкоматы ответили оказалось что жена Николина умерла а вот жива дочь Людмила Ивановна и Людмила Ивановна по телефону который мы узнали позвонила на тот телефон который мы дали ей в письме и она сказала со слезами на глазах что она необычайно счастлива что школьники собираются восстанавливать это захоронение и ставить новый памятник и она в общем-то даже приехала 1 сентября 2014 года она приехала на кладбище Улыбышева для того чтобы участвовать в открытии обновленного памятника ее отцу а также приехала жена ее брата конечно же все ветераны Великой Отечественной войны которым мы восстанавливаем памятники восстанавливаем новые памятники они конечно же все награждены конечно же на сайте память народа и других сайтов мы находили вот у Никулина правда не нашли но у других ветеранов нашли находили их награды кроме того мы связывались где было возможно с родственниками родственники даже помогли фотографировать их награды нам лично а не то что взять с сайта вот но в данном случае я вам сказала было не так вот и исследуя биографию Никулина мы обратились также к материалам которые нам предоставила Людмила Ивановна и вот 1 сентября 2014 года произошло открытие памятника Никулина вместе с Полиной Леденеевой памятник открывает дочь Никулина Людмила Ивановна Никулина вот но мы на этом конечно не остановились и успокоились я хочу сказать еще кстати говоря что в 2010 году учениками нашей школы это был 8 класс Андриановой Ольги Юрьевны так что большую роль сыграла и Светлана Ивановна Жукова директор школы которая ранее была директором вот и большую роль сыграла Елена Ивановна Барсукова совместительная директора воспитательной работе и вместе с афганцами был восстановлен тогда памятник герою Советского Союза 8 класс и афганская организация то есть это конечно очень хорошо но потом у нас был какой-то промежуток 2010-2014 года когда мы немного эту работу остановили и вот в 2014 году работа снова продолжилась продолжилась и у нас в общем-то этот проект это нужно живым имел тогда уже определенные цели отдельные цели для педагога это отдельные цели для детей естественно для педагога это проектирование позитивного социального поведения учащиха приобщение их к активной гражданской деятельности какой-то проявлении патриотизма формирование активной гражданской позиции приобщение к творческой деятельности скажем в исследовании биографии формирование навыков совместной деятельности что я тоже ставила в самом начале как одну из наших главных целей. Но для учащихся это непосредственно восстановление захоронений и исследование биографии. В 2015 году ветераны, опять-таки нам подсказали, ветераны Афганистана, что вот есть такой памятник Салаухин Иван Михайлович, который когда-то был даже заведующим Горано в городе Владимире, но и многие другие должности занимал. Он, конечно, был участником войны и награжден многими орденами и медалями. А в 2016 году вот это мои стоят тогда еще пятиклассники с левой стороны, а с правой стороны стоят ученики девятого класса Веденеева, Полина и другие. Это она председатель школы на учреждения тогда была. И, значит, мы восстановили, все вместе, так сказать, всем миром восстановили памятник Ивану Михайловичу Салаухину. Это было 5 мая 2016 года. И вот интересно очень запоминающийся такой момент, что когда памятник открывался, то ветеран войны, вот он стоит, это Николай Александрович Ушаков, он сказал такие слова, вот знаете, пробирает до слез. Рад, что дети, школа будет ухаживать за этим товарищем. Я, как участник Великой Отечественной войны, знаю многих из них, за которыми никто не ухаживает. Есть над чем подумать нам всем сегодняшним людям. Вы знаете, когда смотришь, сколько заброшенных сохранений участников Великой Отечественной войны, а у них ведь умирают родственники, они же не по злобе своей не приходят, они умирают. И вот мы пытаемся исследовать и находить эти памятники. И когда вот смотришь и включаешь биографию, вот видишь, ну чей памятник Астанавы? Чей? Ведь они все достойны, они все имеют награды. Вот огромная проблема заключается в том, что к нашему опыту Владимирскому, вот в городе Владимире, школа города Владимир пока не торопится присоединиться. И школы других городов тоже, в общем-то, такой массовой работы не занимаются. А если бы, вот допустим, даже наш город или там какой-то другой город, где очень много заброшенных захоронений участников Великой Отечественной войны, а если вот пройдет определенное количество лет, ведь на этом месте могут похоронить кого-то другого, но как это вот представить, вообще, мне кажется, невозможно. Поэтому, пользуясь тем, что данные лекции транслируются на России, хотелось бы призвать и другие школы России присоединиться к этой инициативе. Что самое интересное, вот когда открывают памятники, телевидение снимает эти акции, социальные акции, и люди узнают об этом. И вот однажды в школу позвонила пенсионерка Потапенко, ей было 90 лет на тот момент, недавно совсем. Она попросила покрасить ограду участника войны за платина Александра Петровича. Интересно, что по описанию мы с учениками, членами школьного научного общества летом 2019 года туда ездили, мы нашли по описанию эту магию, просто по телефону даже она нам звонила, сказала, там-то, там-то, там-то. Покрасили ограду, и мы теперь включили этот памятник в число тех, за которыми мы ухаживаем. Далее, после восстановления памятника Салаухина, был также восстановлен совершенно разрушенный памятник полковнику Львовичу Сергею Ароновичу. и, значит, вот это с сайта, взяты даже не фотографии, а скриншот о восстановлении памятника участнику Великой Отечественной войны. Также в 2017 году был восстановлен памятник Пангину Александру Поликарповичу. О нем, конечно, я скажу особо. Это участник Великой Отечественной войны, подполковник. Он также служил потом на космодроме Плесецк. Заслуженный человек, герой, конечно, как и все они. Награжден орденом Александра Невского, видите, года, орден Красного Знамени, ну и медали, конечно. Ну вот о нем интересно у нас история произошла. Через минутку я о ней расскажу. Еще один памятник, который мы восстановили, это памятник жильцом Михаила Васильевича, подполковнику. Тоже смотрите, дважды кавалер ордена Красной Звезды. Вот здесь для примера. Таким памятник был в 2016 году, когда мы вместе с моим классом 6-м исследовали этот квартал 32-б. И через несколько лет мы видим 2019 год так стало. Но к сожалению, открыть-то мы хотели его к 75-летию, поставили памятник пораньше, осенью 2019 года. Не получилось у нас из-за пандемии. Хотели открыть в октябре, тоже у нас не получилось. Но я думаю, что торжественное открытие этого памятника обязательно будет. Мы хотим всем. Что касается Пангина, я уже сказала, что в 2016 году мы обнаружили такие заброшенные захоронения справа вообще с засыпанным мусором захоронения и обнаружили вот такое безымянное захоронение совершенно без фотографии, с фамилией и поставили себе задачу, что мы обязательно выясним, кто здесь похоронен. К тому времени уже выработался некий алгоритм. В работе по проекту это нужно живым по восстановлению заброшенных захоронений. Вот смотрите, сначала поиск заброшенных захоронений в определенном квартале. Вот просто методичное обследование рядов захоронений. Это делается летом или там ранней осени. Затем координация дальнейших действий между участниками. А участники это афганская организация, школа номер 7, а также Владимирская мемориальная компания, руководитель которой, Кочев, Андрей Николаевич, он тоже участник афганских военных действий. Далее идет поиск средств финансирования. И что касается памятника Никулина, и памятника ранее Кузнецову, герой Советского Совета, и вот всех других памятников, которых шла речь, одним из потоков вот этого финансирования явился сбор макулатуры, как это непрозаично звучит. Ребята собирают макулатуры, Совет старшеклассников обычно это семь, там может быть десять человек, они решают направить на благое дело деньги, которые выручаются за сбор макулатуры. Ну и еще у нас бывают средства всяких общественных акций, о которых я тоже упомянула. После того, как финансирование обеспечено, кстати говоря, мемориальная компания нам тоже цену снижала, это тоже естественно спонсорская деятельность, источник финансирования. И дальше идет восстановление биографии похороненных воинов, группы по 4-5 человек работают по документам, где это возможно, афганцы нам помогают какой-то допуск получить к военным архивам, хотя бы что-то фотографировать, какие-то страницы, потому что ясно, что школе это сложно сделать. И то есть алгоритм действительно некий сформировался. Что касается вот этого памятника, оказывается жена была жива, она памятник не узнала, сказала, что это не тот памятник. И тогда мы снова методично стали все это исследовать, списали, кто рядом захоронен. Попробовали аэрофотосъемку, попросили кладбищенских руководителей сделать, но тоже мы ничего не увидели, потому что она проводилась в 2005 году, а тогда уже жена его была практически очень больной, она не могла уже посещать, а все остальные были в Плесецке и в других городах родственники. И они уже, другие родственники, они уже не могли узнать захоронения. Вот мы это еще маленькие шестиклассники, мы пошли в ритуальные услуги, и нам интересно, с нами стали разговаривать, нам дали страничку фотографировать из книги воинских захоронений. И мы увидели, что рядом с Мальченко, между ними точнее, между Мальченко и Гориным должен был, должен был быть захоронен Пангин, а памятник-то не ему, и что же тогда? И тогда мы еще раз стали все обследовать, и вот просто, знаете, шли-шли-шли, обернулись, и оказалось, вот смотрите, вот этот вот конусообразный памятник, о котором говорила жена Пангина Ивану Михайловну, что вот он должен быть, ну, конечно, пришел запустение, кто-то добрый душа, видимо, демонтирует свой памятник старый, поставил его на могилу Пангину. И как раз в это время, в августе 2017 года, дочь и внучка приезжают, и мы с ними связались, они приезжают ухаживать, конечно, за матерью и бабушкой, мы с ними связались, и они, в общем-то, даже нам очень помогли и по исследованию биографии героя, а также дали нам 30 тысяч рублей, которые мы использовали на восстановление нового памятника, восстановление, точнее, нового памятника, а также оставшиеся деньги нам разрешила дочь Пангина потратить на другие благие дела по восстановлению захоронений ветеран-памятника. А мы вот с детьми школьное научное общество Логос написали проект, который так и назывался «Это нужно живым», и стали не только участниками областного конкурса добровольческих проектов молодежи, но стали лауреатами второй степени. Получили за это 20 тысяч рублей, которые мы тоже отправили на восстановление памятников, и затем часть была отправлена на открытие музея Владимира Александровича Пёдрова, который на данный момент уже существует. И даже недавно наша телерадиокомпания приезжала в нашу школу для того, чтобы заснять наш музей. Он уже может быть пока скромный, но тем не менее он уже существует. Дети разных классов ухаживают за памятниками. Вот, например, дети первого А-класса конечно с родителями. Конечно это родители захотели. Конечно Шилова Ольга Геннадьевна классный руководитель справа мы ее видим на правом фотографии. Вот она конечно стала инициатором того, чтобы привлечь родителей. Они вот уже 7 лет ухаживают за этим захоронением. За Львовичем, могилой Львовича ухаживают ребята 3-го В-класса, а здесь они уже через год 4-й В-класс ухаживают. Вот Афганцы конечно нам благодарности отправляют, но они вместе с нами все же это делают и все знают насколько это тяжело. В 2019 году наш кривический отряд занимался тем, что как раз и приводил в порядок те памятники, которые у нас уже восстановлены. И кроме того мы нашли могилу Заплатина и девочки здесь красят ограду этого памятника. Казалось бы обыденные дела, но да это живое дело и дети они понимают что они делают. они понимают что они сохраняют память. Потому что когда вот какие-то интервью бывают при открытии того или иного памятника они действительно говорят что это нужно и они говорят то что их трогает. Потому что действительно это до глубины души человека нормального человека гражданина России конечно это задевает. И хочется чтобы дальше все это осуществлялось чтобы такая страшная война не фальсифицировалась. Вот эти дети которые делают такие дела ну они навряд ли скажут что хорошо было бы если бы Ленинград отдали немцы. Навряд ли они это скажут. Я думаю что дети этих детей тоже не смогут это сказать. Потому что они сами делали они помогали восстанавливать. Конечно взрослые они помогают подростку они ему показывают дорогу они ставят подростка в такую ситуацию юного гражданина в такую ситуацию чтобы он смог совершить нравственный поступок. И хочется привести слова православного проповедника Ефрема Сирина доброе дело совершается всегда с усилием но когда усилие повторено множество раз то же дело становится привычкой добродетели. И далее он говорит что делай сначала маленькое дело а потом возьми на себя еще что-то большее. Только так формируется гражданин будь он гражданин там одного какого-то государства другого государства везде же идет в принципе формирование гражданина настоящего гражданина наверное по какому-то одному алгоритму хотя может быть в странах Европы по какому-то другому алгоритму но об этом я конечно говорить не буду. Вообще хотелось бы обратиться еще к высказыванию Уинстона Черчилля который я очень можно сказать люблю даже школьные учителя обладают властью о которой премьер-министры могут только мечтать поэтому конечно взрослые я думаю может быть кто-то прислушивается к тому призыву небольшому который я попыталась здесь осуществить может быть они и привлекут детей вот к тому что делаем умные тоже ну и также несколько слайдов о том проекте о котором я сказала присвоение школе имени Владимира Александровича Федорова вот мемориальной доске ему которая была в 2007 году установлена и вот мы шли больше 10 лет к 2018 году когда было присвоено имя уже школе имени Владимира Александровича Федорова потом стали уже готовить музеи которые в 2020 году собственно говоря и открылись вот мы здесь готовим материалы музея для музея вот музей еще кстати оформление но сейчас конечно расширен есть огромные баннеры есть еще и другие витрины и теперь результативности духовно-нравственного воспитания школьников через деятельность школьного научного общества оно же детское общественное объединение мы видим на этой схеме что конечно прежде всего это развитие патриотизма и гражданственности формирование активной гражданской позиции дети действительно сами это делают безусловно их привлекают взрослые дети присваивают российские традиционные духовно-нравственные ценности например человеколюбие милосердие доброту память о героях павших кроме того все больше детей вовлекается в исследовательскую и общественную верность они хотят участвовать в поиске краеведческого материала далее вот у меня снизу написано решение школьников проблем истории Владимирского края не проработанных в литературе здесь и воссоздание судеб земляков депутатов первой государственной думы это комиссар Пококошкин это научное исследование истории книги на монастыря изучение истории благотворительной деятельности изучение истории церковно-приходской и так далее это не все конечно изучение биографии наших выпускников например еще Сергей Иванович Карелин тоже наш ученик а сегодня он известный всемирно известный художник ювелир наиболее значимые достижения представлены в этой таблице но и только за последние годы а так конечно мы просто чисто визуально мы участвуем в конкурсах и побеждаем и на муниципальном уровне и на федеральном региональном уровне и даже на международном уровне то есть соединение и социальной успешности и формирование духовно-нравственной сферы и вот на фоне тех проектов которые мы осуществляли я бы хотела сказать о конкретных результатах практически которые мы достигли за время пока происходило восстановление памяти это оно будет продолжаться с 2014 по крайней мере началось а коллектив школы с 2010 года до нашего времени и мы будем эту работу продолжать восстановлены и приведены в порядок 5 заброшенных захоронений участников памяти и установлены 5 новых памятников обеспечен постоянный уход за шестью могилами ветеранов включая могилу заплатила организован процесс приобщения школьников к благотворительной деятельности положению собственного физического и умственного труда конкретные дела не к памятным датам а потому что для взрослых и для детей это представляется потребностью а теперь а теперь небольшой видеоролик сохранить память о героях войны ученики седьмой школы областного центра нашли заброшенную могилу ветерана Александра Пангина и установили на ней новый памятник место захоронения на кладбище Улыбышева было потеряно около 10 лет назад с тех пор как жена ветерана которая уже за 90 тяжело заболев перестала ухаживать за его могилой а дочь приезжала редко потому что живет на севере мы с мамой в общем-то приходили пока она могла и поскольку она очень долго болела и я когда приезжала в основном тут по каким-то таким вот все время даже когда в отпуск приезжаю все время то в больнице то из больницы то в скорой потом я как-то еще приезжала но я уже не могла найти заброшенную могилу нашли летом 2016 года на железном памятнике не было ни имени ни фотографии вообще в мусоре усыпано и не видно было конечно никому не приятно то что в мусоре все закопано по архивным документам удалось установить что именно на этом участке находится могила ветеранов умерших в 1984 году и школьники предположили чья это могила однако вдова ветерана Пангина не узнавала памятник который ей показывали на фотографиях она утверждала что на могиле был другой памятник в виде конуса со звездой и мы значит искали и там и с другой стороны и там и сзади никак и вот недавно совершенно летом мы решили прочесывать весь этот квадрат 32 и случайно я повернулась смотрю боже мой за железным памятником квадратным примерно такого же размера как новый стоит конусообразный и конечно это казался тот самый как на могилу ветерана попал чужой памятник неизвестно но в школе хотели бы это знать рядом вот Гориным ставили новый памятник он массивный такой обстоятельный и скорее всего они жалея что памятник вот этот без ничего остался вот остов только конусообразного у нас такая мысль что Горины может быть его сюда перенесли вот если действительно так а они смотрят эту программу может быть они отзовутся и позвонят в школу например восстановлением воинских захоронений педагоги и ученики седьмой школы занимаются 2010 года совместно с Владимирским отделением инвалидов войны в Афганистане это уже пятый мемориал который появился в рамках проекта важное дело памятник Александру Пангину установили на средства его семьи а деньги на другие мемориалы дети зарабатывают сдавая макулатуру в этом году школа выиграла грант на восстановление памятников для меня это очень важно и для мамы это очень важно и для детей это очень важно потому что я же говорю я настолько в такой зоопарке привыкла жить вот сейчас вот что немножко сейчас как-то успокоилось и мне уже на душе легче стало потому что все равно вопрос я бы в дальнейшем мы будем конечно продолжать заниматься этим делом будем в дальнейшем узнавать разведывать новые памятники следующее захоронение которое школьники намерены обновить могила ветерана Жильцова который тоже похоронен в Улыбышево Татьяна Гордева Александр Горшков губерния 33 Можем продолжать Хорошо И в общем-то я уже заканчиваю я хочу сказать что благотворительные деятельности это не только вложение денег но это еще вложение своего физического и умственного труда в конкретные дела в общем-то я уже это конечно сказала что мы вкладываем в конкретные дела вот это то что это делают юные граждане и они потихонечку растут и становятся гражданами уже там 18-летними взрослыми людьми настоящими в подлинном смысле этого слова а нам их очень надо действительно настоящие граждане ну это конечно прекрасно если вот так будет все вот как мы бы хотели а мы стараемся это достичь через свою вот эту вот деятельность допустим учителей коллектива вот этой детской взрослой общности нашей школы номер 7 вместе с общественниками и в заключение моей лекции я бы хотела сказать что Сергей Георгиевич Грязнов это председатель нашей афганской организации инвалиды войны во Владимирской области сказал такие слова работу школьников седьмой школы и ветеранов Афганистана по восстановлению войск и захоронению я бы сравнил по значимости с всенародной патриотической акцией бессмертный полк а сохранения еще остается очень много поэтому присоединяйтесь пожалуйста к нам и спасибо за внимание сохранить память о героях войны спасибо за внимание спасибо большое Ольга Яковлевна за такой подробный очень рассказ и действительно очень большую работу которую вы проделываете со своими учениками действительно достойно большого уважения и благодарности и хотела бы наверное задать такой вопрос проводится действительно очень большой объем работы именно с молодежью с вашими школьниками учениками и все-таки мне кажется что работа в вопросах истории она всегда подвязана и с семьей и с старшим поколением расскажите участвуют ли родители школьников может быть был такой опыт участия родителей ваших учеников в проектах может быть они как-то помогают ребятам ну конечно если вот даже говорить о проекте по Владимиру Федорову то внучка Владимира Федорова Елена Новика училась у нас в школе и они вместе с Алисой Барсуковой написали работу о Владимире Федорове а мама Володи знает Васильевна конечно это не родители это понятное дело мама нашего бывшего ученика но тем не менее она является участником всех наших мероприятий она нам очень помогает и конечно по созданию музея вот а когда велась первоначальная исследовательская работа то родители очень многих классов помогали с изучением биографии учеников школы номер 7 когда все думали что что 40 лет исполнилось в нашей школе в 2006 году оказалось что не 40 лет а в год веков уходят эти седаты велась огромная работа с привлечением родителей именно по выявлению каких-то действительно знаменитых выпускников школы мы тогда вот открыли что у нас есть оказывается Володь Федоров у нас есть Сергей Иванович Карелин член Петровской академии наук ну и другие кроме того в 2015 году в 70-летию Великой Победы был объявлен конкурс детство украдено войной это городской конкурс и в этом конкурсе я попросила участвовать учеников седьмых и восьмых классов ну не знаю как-то что-то вот зацепило видимо их что они стали мне приносить и фотографии и медали и когда я им сказал что это все нельзя можно только скажем медали фотографировать удостоверение сканировать потому что недопустимо нам отправлять куда-то подлинки этих вещей они потихонечку стали шевелиться они открывали старые чемоданы естественно вместе с родителями бабушками дедушками они находили материал не только о детях войны но а также находили материал о своих родственниках участников Великой Отечественной войны это было как раз по сути в 15-й год 5 лет назад и один из них например победитель конкурса как раз детство украдено войной Егор Яковлев он написал о своей бабушке оказывается его бабушка была в оккупации и он так подробно написал как она что она видела будучи еще ребенком как она этих проклятых немцев ненавидела написал написал также о бандерах это его стиль ну и так далее и так далее и таких вот работ например это было много и скажем родители Кроткова Георгия они даже передали государственному архиву Владимирской области там какую-то продовольственную книжку и мы все это оформляли вот точно название сейчас не помню конечно но у нас все это оформлено документально вот ну и другие родители конечно участвовали в этой работе у нас примерно 20 чем-то работ было представлено городской пункте просто работа была массовой нам главное чтобы она была массовой чтобы охватить эту работу этим гетериатическим движением покроветь покроветь не ведь в разных направлениях как можно большее количество детей и конечно же родителей да я думаю что именно в вопросе мотивации именно в вопросах истории и истории великой отечественной войны здесь как раз играет роль того что каждая семья прочувствовала на себе то время поэтому здесь наверное особо особенная мотивация идет именно от личного участия поэтому и участие родителей здесь очень важно я бы хотела поблагодарить вас за нашу сегодняшнюю встречу за сегодняшний ваш рассказ я уверена что ваш опыт масштабируем для каждого региона нашей страны потому что как я уже повторюсь в годы Великой Отечественной войны война вообще Вторая мировая она затронула всю Россию всю территорию Советского Союза поэтому те идеи которые были предложены и реализованы вами они могут использоваться во всех регионах России поэтому наша сегодняшняя встреча будет полезна для педагогов со всей страны еще раз хотела сказать большое спасибо хотела бы напомнить нашим зрителям о том что завтра мы встретимся для того чтобы побеседовать с еще одним лектором наша встреча продолжится еще в течение двух недель поэтому обязательно подключайтесь смотрите нас как в прямом эфире так и в записи мы всегда будем рады спасибо большое Ольга Яковлевна передаем привет передаем привет большой среднеобщеобразовательной школе номер 7 всему вашему педагогическому составу и вашим ученикам большое спасибо спасибо Алина спасибо организаторам конкурса и организаторам лекций и большое спасибо техническим специалистам потому что для нас это очень важно спасибо большое спасибо всего-того спасибо 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 и